Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы проводим цикл записи бесед «Жития святых» во свете Библии, чтобы на все это смотреть люди могли открытым оком. Вопрос 2041. Подвиги против своего тела, не описанные в Библии, и Священное Писание не требует безумных трудов, умерщвления плоти. Вы говорите, что в «Житиях» описаны случаи великих страданий и борьбы с плоти, а они были не по Евангелию. Если «Жития» подтверждающее противоречие этим истинам, Павел говорит «Смиряю, порабощаю тело мое», но он его не мучил. Как? В душе? Там пост, молитвы объявлял где-то, но никаких верих он не носил, комарам себя на болоте не отдавал. Это вообще нигде не было. Ответ. «Житие бывшего преступника и уголовника перекрестилось житьем царского сановника». Но описывает это монах. И все, что бы ни говорили они, что бы ни делали, все сравнивается не с Писанием Божьим, а с уставами иноческими. И похвала обязательно не в сторону любви, но в сторону нерушимости молчальнических и других античеловеческих придумок. Человеческие вымыслы заняли место Божьего откровения. О Христе и Боге, о Библии во всех этих житиях нет ни слова, как и в нагладах сегодняшних архиереев. Это же все один к одному из тех житий. Борются со страстями. А ему нужно жить в семье, работать и плодить детишек. Но он был уже обманут монахами, что только вот так, разжигаясь десятилетиями беспрестанно, ты будешь в раю. Лживые правила. Антихристианские тяжелые бремена, которые являются вызовом Богу. Презирающие заповеди Божии, данные Духом Святым, это все с благими намерениями возложили на этого здорового мужика. И потом охай дают ему совет не спать и истощать себя. А толку никакого. Ему не хватает законной супруги нормальной жизни, какую назначил людям Бог, когда и знал человека из рая. Монахи же придумали возвратиться в рай, знав оттуда Еву, как и вновь несутризны. И с поврежденной натурой начать все сначала. А рядом точно так же страдает красота женская и бьется о камни. Эта монашеская жизнь есть высочайшие пробы доказательства, что монастыри ни на шаг не приблизились к выполнению своей задачи, которую они измыслили. Грешник, он и там остался таким же. И они вожделяли женщину видеть, спать с ними и рожать детей и воспитывать. Монахи же с ножницами и ножами караулили, как разбойники и насиловали. Постригали, обрезали, кастрировали внешне. А в душу к этим постриженникам они не имели доступа. И потому стонали все, дайте мне женщину. Матфея 19, 12. Ибо есть скопцы, которые еще во матерне родились так. Есть скопцы, которые оскоплены от людей. Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить да вместит. А рядом в монастыре женском всего-то через реку тысячи молодых и здоровых девушек изнывали. Видели во сне своих рыцарей, как они их выкрадывают из монастырей. Это они бились в истерике, болели, крикушествовали. А старые монахини им давали точно такой же невыполнимый совет, как и в мужском монастыре. Божьего рецепта и лекарства никто не хотел и видеть. Они приготовили свою микстуру. Бдение, голод, холод, спанье на камнях и в золе. Лживые человеческие мысли, противные Божьему замыслу о нашем спасении. Но внешне монастырская безбрачия так привлекательно выглядит. Вроде бы они ангелы. Только почему-то небесные ангелы всегда в белом и в светлом являются. А тут всегда и все до одного в черном одеянии. Прообраз противления Богу Моисей Муриен, 28 августа. Сей грешник умилился сердцем, раскаялся в своих злодеяниях, оставил разбой из своих товарищей, пошел в пустынный монастырь и предал себя в повиновении, послушании игумену и братьям, более же всего самому Богу. Моисей пролил много слез и днем, и ночью, каясь о содеянных ранее грехах своих. Все поручаемые ему работы и послушания он исполнял неленостно и был славным иноком. И не только эти четыре, но и другие разбойники, услышав о своем вожде Моисея, что он покаялся и стал иноком, также оставили разбой и все греховные дела и стали добродетельными иноками. Итак, Моисей пребывал в трудах покаяния. Первоначально его огуревали греховное помышление, бесы блудодеяния, разжигая похоть его и увлекая его к прежней блудодейственной жизни, как он сам потом рассказывал братьям, говоря так, «Я претерпел столь великие неприятности, борясь с вожделениями плотскими, что едва не нарушил обета иноческого». Раб Божий Моисей, отправившись в келью свою, затворился в ней и пробыл в повседневном пощении, вкушая очень немного хлеба вечером после захода солнца. Весьма много Моисея трудился в рукоделании, пятьдесят раз в течение дня обставав на молитву, совершая ее с коленопреклонением. Однако, несмотря на то, что Моисей томил тело свое трудами и пощением, плотское вожделение, влекущее ко греху, не исчезало в нем. Моисей, будучи укреплен таким видением и словами старца, возвратился в келью свою и снова начал упражняться в обычном пощении и трудах молитвенных. Однако и после этого броня оставляло его. Напротив, Моисей начал страдать еще более от врага, будучи разжигая мечтаниями сонными. Посему, встав, он пошел к иному святому старцу, весьма опытному, и сказал ему, «Что делать, Меавва?» Сонные видения помрачают ума, разжигая мою плоть, услаждая страсть и возбуждая меня к первоначальному греховному образу жизни, смущая меня привидениями. Сталис отвечал ему, «Ты потому страдаешь, перенося то мерзкое наваждение, что не соблюдаешь ума своего от сладострастных мечтаний». Сладострастные мечтания путают. «Сделай же так, как я говорю тебе, посвяти себя бдению, мало-помалу привыкни к ему и молись с бодростью, тогда ты освободишься от той брани». Моисей принял такой добрый совет от опытного святого наставника, возвратился в келью и начал обучаться всенашему бдению, то есть бодростью немолитвенному в течение всей ночи. Он стоял посреди кельи всю ночь и не преклонял колен в молитве, дабы не предать сосну, но стоял прямо, не смыкая очей своих. Святой пробыл в таком подвиге шесть лет, но и таким способом он не мог избавиться от плотского вожделения, воюющего на дух. О нем узнал и князь, правитель страны, то есть и последний отправился в скит, желая видеть Абу Моисея. Старец был извещен о том, что князь намеревался прийти к нему, дабы видеть его Моисея, но Моисей, выйдя из кельи, замысел убежать в болото и тростник. Случайно некоторые странствующие братья пришли к Моисею из Египта. Старец приготовил для них немного вареной пищи, но когда его соседи увидали дым, то сказали к лирикам, Моисей нарушил повеление и варит себе пищу. Но к лирике сказали, обличим его тогда, когда он придет в собрание, ибо все знали о постнических подвигах Моисея. Когда наступила суббота, Моисей пришел в храм к пению соборному и сказали ему в присутствии всех клириков, отче Моисей, ты нарушил заповедь человеческую, но исполнил заповедь Божию. Некоторый брат пришел издалека в скид для того, чтобы видеть преподобного Арсения. Будущее приведен к Арсению, брат тот видел его, но не сподобился слышать слов его. Ибо старец Арсений сидел молча, глядя на землю. После того, странствующий инок начал упрашивать брата привезти его к Моисею, бывшему разбойникам, до пострижения в иночество. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогой скидский брат сказал пришельцу, вот ты видал отца Арсения, отца Моисея, кто из них лучше, по твоему мнению? Брат отвечал на это, лучший из них тот, кто принял нас с любовью. Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря, «Господи, скажи мне, кто из них более совершенен и заслуживает большей благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» Этот инок в ответ на молитву имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине. А в другом же был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. И в Праксе 25 июля, когда Тартовице и Праксе было пять лет, царь, посоветовавшись с матерью ее, обручил ребенка с одним из сенаторских сыновей, благодородным юношей, который обещался ждать, пока подрастет от Раковица. Был там близ города один девический монастырь, Тавельницкий, со 130 монахинями, о боговодных делах которых много хорошего рассказывали в народе. Ни одна из них не пила вина, не укушала масла, виноград и каких-либо плодов. Некоторые из них, которые поступили в монастырь с детства, никогда и не видели последних. Пищей их была хлеб с водой, сочивая и зелень, и то без масла. Они ели один раз в день, вечером, некоторые же через день, а иные через два дня принимали немного пищи. Они никогда не отдыхали и не мылись. О бане нечего и говорить, они слышать не могли об обнажении тела. И самое слово «баня» употреблялось у них в упрек, в стыд и насмешку. Каждой постелью служило волосяное рубище на земле, трех локтей в длину и один локоть в ширину. На этом они спали и то немного. Одежды их были влосянецца, длинные до земли покрывавшие их ноги. И каждая трудилась по силе. При болезни не принимали никакого лекарства, но с благодарностью переносили болезнь, как бы принимая великое благословение от Бога и от Него одного, ожидая помощи. Никто из них не выходил за монастырские стены и не разговаривал с приходившими, а все переговоры вели через одну привратницу. Все усердие было направлено на собеседование с Богом в молитве и на угождение Ему. Однажды, когда Евпраксия пришла как обыкновенно в этот монастырь, то Егумене словно по внушению от Духа Божия сказала маленькой девочке Евпраксии, госпожа моя Евпраксия, любишь ли ты этот монастырь и этих сестер? Да, госпожа, ответила-то, я люблю вас. Если ты любишь, но я спорнажала Егумене, то останься с нами в иноческом образе. Девочка отвечала, в самом деле, если не будет огорчена моя мать, я не уйду отсюда. Тогда Егумене спросила ее, скажи мне правду, кого ты больше любишь, нас или своего обрученного? А я его не знаю, отвечала девочка, а вас знаю и люблю. Скажите же и вы мне, кого вы больше любите, меня или того, кого вы называете обручника? Егумене отвечала, мы любим тебя и Христа нашего. Девочка на то призналась, и я люблю вас и Христа вашего. А мать ее в практе сидела, слушала благоразумные речи своей дочери и обильные слезы текли из глаз ее. Слушала Егуменя с умилением слова маленькой девочки и удивлялась, как она, еще ребенок, ей не было еще полных семи лет, так умно отвечала. Наконец мать, которой жалко стало дочери, сказала ей, пойдем, дитя мое, домой, уж вечер. Но девочка отвечала на это, я останусь здесь с госпожой Егуменей. На этой Егумене заметила ее, ступай с матерью домой, тебе нельзя здесь остаться, здесь может жить только такая девушка, которая посвятила себя Христу. А где Христос? Спросила девочка. Егуменя обрадовалась и показала ей пальцем на образ Христа. Девочка побежала, поцеловала икону Спасителя. И обратившись к Егумене, сказала воистину, и я обещаюсь Христу и не уйду отсюда с матерью, но останусь с вами. Дитя возродила Егумене, тебе не начнешь спать, тебе нельзя остаться здесь. На чем вы спите, отвечала ей девочка, на том и я буду. Уже вечер склонился к ночи, а мать с Егуменей все уговаривали всячески девочку уйти из монастыря и пойти домой. Но ничего не могли сделать, так как она вовсе не хотела уходить оттуда. Наконец Егуменя сказала ей, дитя, если ты хочешь здесь жить, то ведь надо будет учиться грамоте, псалтыре и поститься до вечера, как и другие сестры. И поститься буду, согласилась девочка, и учиться всему буду, только оставьте меня здесь. Тогда Егуменя сказала матери, госпожа моя, оставь ее здесь. Вижу, что воссияла в ней благодать Божия, что праведные дела отца ее и твоя чистая жизнь и обоих вас. Родительские молитвы и благословения ведут ее в жизнь вечно. Тогда стала благородной Евпраксия, подвела к иконе Спасителя свою дочь, подняла руки вверх и сказала со слезами, Господи Иисусе Христе, ты позаботься об этом ребенке. Тебя желала она, тебе отдала себя. Потом обратилась к девочке Евпраксия, дочь моя, Бог, утвердивший неподвижно горы, да утвердит тебя в страхе своем. С этими словами отдала она девочку в руки Игумени, а сама плакала и била себя в грудь, и все монахини плакали с ней вместе. И так она вышла из монастыря, отдав дочь свою Богу. На утро рано пришла она опять в монастырь. Игуменья взяла девочку Евпраксию, привела ее в церковь и, совершив молитву, облекла ее в ангельский иноческий образ при матери ее. Мать, увидев ее в ангельском щине, воздела руки к небу и так начала молиться о ней Богу, Царь Вечный, начавший в ней благое дело. Ты доверши его, дай ей исполнить волю твою святую. Пусть получит милость у тебя Творца, эта сирота, отдавшаяся тебе с детства. Потом она спросила дочь, дитя мое, нравится ли тебе эта иноческая одежда? Да, я люблю ее, отвечала девочка, потому что я слышал от госпожи Игуменья и от других монахинь, что эту одежду дает Христос в залог обручения любящим Его. Попробуй откажись, одежда от Христа. То есть обращение было страшное. Какое бы слово ни сказали монахи, это все было только от Бога. Мать сказала на это, Христос, которому ты обручен, дитя, он да удостоит тебя своего чертога. С этими словами она поцеловала свою дочь, потом, простившись Игумене и всеми сестрами, вышла из монастыря. Слышно было о ней, что она ни рыбы не ест, ни вина не пьет, постится каждый день до вечера и поздно вечером принимает очень немного постной пищи, кути или овощей. Всех удивляло такое воздержание ее при громадных средствах. Спустя несколько лет Игумене, названного выше монастыря, пригласила к себе добродетельную вдову Евпраксию и сказала ей тайно, «Госпожа моя, я тебе хочу сообщить важное дело, но не пугайся. Говори, госпожа моя, что ты хочешь?» Отвечала она. Игумене сказал следующее, «Если ты хочешь распорядиться относительно своей дочери, то делай это поскорее. Я видел на сновидении твоего мужа, Антигона, великой славе, стоящего перед Владыкой Христом и молящего его, чтобы он велел тебе оставить тело свое и пребывать с ним вместе, наслаждаясь такой уже славой, какой он исполнился за свою добродетельную жизнь. Услышав это, благочестивая женщина не только не смутилась, но даже очень обрадовалась. Она желала расстаться с телом и отойти ко Христу. Она точно позвала свою дочь, которой было уже около 12 лет, и сказала ей, «Дитя мое», Евпраксия, «Вот меня уже зовет Христос», «как сообщила мне мать-ягумене, и близок день моей кончины. Поэтому все имущество твоего отца и мое я отдаю в твои руки. Распорядись им честно, чтобы унаследовать тебе Царство Небесное». Евпраксия заплакала и сказала, «Горе мне! Осталась я одна сиротой!» «Дитя», сказала ей мать, «У тебя есть Отец Христос, которому ты обручилась, ты не останешься одинокой сиротою. Вместо матери у тебя будет госпожа-ягуменья, только старайся исполнять то, что обещала Христу. Бойся Бога, уважай сестер, повинуясь и со смирением, никогда не думай в душе о том, что ты царского рода и не говори, что им следует работать на меня, а не мне на них. Но будь смиренна и будет тебя любить Господь. Будь нищий на земле и будешь богата на небе». Вот все в твоих руках, если монастырь будет нуждаться в деньгах, дай сколько будет нужно и молись за меня и отца твоего, чтобы нам получить милость от Бога и избавиться от вечной муки. А Евпраксия начала еще усерднее подвязаться, угождая Богу и постилась сверх сил. Ей было тогда 12 лет, когда она забрала себе самый суровый образ жизни. Сначала она ела один раз в день и то вечером, а потом она стала поститься до следующего и наконец до третьего дня наносить приказания. Приказала ей каменьев игумене насыпать их под волосяную постель и спать на ней, а сверху на постель насыпать пепло и спать так 10 дней. Однажды Евпраксия подверглась во сне некоторым соблазнам от искусителя. Тогда она набрала каменьев под свою волосяную постель и посыпала ее сверху пеплом. Увидев ее игумене улыбнулась и сказала одной из старших сестер Вот и эта девушка начала страдать от дьявола и стала молиться о ней. Боже, сотворивший ее по образу твоему, говорила она и повелевший ей избрать этот иночьский чин, ты утверди ее в страхе твоем и от бесовских наветов сохрани ее. Потом она призвала к себе и в праксе и спросила Почему ты мне не сказал, что тебе было искушение от дьявола, а скрыла это от меня? А та упала игумене в ноги со словами Прости меня госпожа моя Но что постыдилась сказать тебе дочь моя внушала ей игумене Это начало твоей борьбы со врагом Крепись, чтобы одолеть его и получить венец Спустя несколько времени в праксе опять подверглась искушению дьявола и рассказала одной сестре Юлии которая очень ее любила и наставляла в подвигах А Юлия сказала ей Госпожа моя в праксе не скрывай этого от игумени но расскажи ей как следует чтобы она помолилась о тебе Говорят она сама в юности много претерпела искушения от дьявола рассказывает что она однажды ночью после сильного искушения вышла из кельи встала под открытым небом подняла руки к небу и пробыла так 40 ночей 40 дней без еды без питья без сна стоя и молясь Богу пока не победила дьявола и мы все были бываем искушаемы врагом но надеемся что с помощью Христовой одолеем нашего искусителя поэтому сестра не удивляйся этому не смущайся но расскажи поскорее игумене о случившемся с тобой не стыдись услышав это Евпраксия поблагодарила Юлию помоги тебе Бог сестра за то что ты наставила меня и укрепила меня и мне душу я пойду и расскажу госпоже великой о том что случилось со мною и не только расскажи прибавила Юлия но и попроси ее помолиться о тебе и прибавить тебе подвига Евпраксия пошла и рассказала игумене об искушении дьявольском игумене сказала не удивляйся этому дочь моя со всяким оружием нападать на нас дьявол но не бойся стань мужественным и непоколебимым чтобы он не одолел тебя много еще тебе предстоит искушений от него а ты подвязайся чтобы победить его и получить от Христа жениха твоего победные венцы усилить свой пост сколько можешь за подвиги получают честь скажи мне дитя как ты постишься я принимаю пищу через два дня отвечала Евпраксия прибавь еще один день к своему посту сказала игумене и ешь на четвертый день после захода солнца Евпраксия приняла этот наказ с радостью Евпраксия исполнилась 20 лет от роду она возмужала телом и красиво было обнаруживая знатность своего рода подвергшись опять искушению она сообщила о том игумене а игумене сказала ей пойди дитя и перенеси эти камения сюда и сложи их около печи Евпраксия тотчас начала вносить эти камения среди них попадались большие которые с трудом можно было бы поднять двумя сильным сестрам двум она же их одна поднимала клала на плечо и несла она была сильна телом еще сильнее послушанием и никому не обращалась с просьбой помочь ей потому что тяжелые камни или потому что она голодна или выбилась из сил но с усердием исполняла приказания когда же она перенесла все камения то игумене через несколько дней опять сказала ей нет нехорошо что эти камения лежат около печи а отнеси их опять на прежнее место она ничуть не ослушалась а снова принялась за дело и тщательно выполняла то что ей было приказано удивлялись сестры такому послушанию ее терпению и трудолюбию а некоторые из молодых смеялись другие же говорили крепись сестра и в псаксе будь тверда дьявол попытался еще раз потревожить ее ночным искушением однажды ночью он явился ей во сне в виде юноши того с которым она была обручена будто бы с множеством воинов он пришел похитить ее и насильно тащил из монастыря она лежала на своей постели и во сне начала кричать и звать сестер чтобы помогли ей избавиться из рук похитителя от ее крика проснулись сестры сбежались к ней разбудили ее и стали спрашивать почему ты кричала она рассказала про видение во сне виденное искушение дьявольское и все начали о ней молиться так как и снова ее тревожил искуситель то игумен сказала ей смотри дитя моя Евпраксия как бы дьявол не подействовал на твой разум как бы не пропал труд твой потерпи еще немного борись с ним мужественно и он убежит от тебя Юля тоже уговорила Евпраксия сестра если ты теперь пока юный и сильно не станешь бороться с нашим врагом и не победим его то как нам победить его в старости Евпраксия отвечала ей жив господь сестра моя Юлия если прикажет мне игумене то я не стану принимать пищу целую неделю пока с помощью господа не одержу победы над врагом искушающим меня право сестра моя возразила Юлия я не могу столько поститься а ты если можешь то хорошо сделаешь во всем монастыре нет никого кто бы мог не принимать пищу целую неделю кроме матери нашей игумени тогда Евпраксия отправилась к игумени и попросила у нее разрешения назначить себе такой пост чтобы не есть целую неделю и игумени сказала ей на это делай все что можешь дитя мое да укрепить тебя творец твой бог и даст тебе одолеть дьявола и начала Евпраксия поститься по целой неделе принимая пищу только по воскресеньям и не оставляя в то же время на монастырских работах работ не услуг сестрам так что все удивились столь великим подвигом ее вот целый год следим мы за Евпраксией говорили некоторые сестер но видали ли мы чтобы она сидела хоть когда ест нет и не могли видеть только разве когда ночью ляжет отдохнуть на постель а то я и пищу вкушает стоя и все сестры любили ее за то что она так трудилась и была так скромна хоть и царского рода была и молились о ней Богу чтобы он даровал ей крепость и спасение так однажды ночью он навел на нее скверные мирские мечты чем глубоко смутил ее она как почуяла лютое нападение вооружившееся на нее врага вскочила вскочила с постели осенила себя крестным знаменем и вышла из своей кели на дворе на особом месте стала она простерла руки свои к небу вперивши в небо очи и ум и стояла так молясь день и ночь ничуть не двигаясь с места как врытая в землю сорок дней в это время она не пила и не ела не говорила ни с кем не спала и не спускала рук в начале ее стояния игумене узнав об этом пришла к ней и сказала да утвердит тебя Бог дитя и подаст тебе терпение и в праксе было тогда 25 лет от роду когда она простояла две недели игумене и сестры с улыбкой смотрели на такое терпение ее и радовались за нее прошло 30 дней и стали удивляться сестры и говорили игумене матушка как вины в праксе хочет совершить твой сорокалетний труд как ты бывало стояла так же да утвердит ее Бог отвечала игумене будем все молиться о ней по прошествии сорока дней она еще простояла пять дней и потом в изможении упала на землю и лежала как мертвая собрались сестры принесли ее в комнату и не могли пригнуть ее рук она вся была как деревянная и не могла произнести ни одного слова игумене принесла ей пищи поднесла к ее устам и сказала дитя мое и в праксе во имя Господа нашего Иисуса Христа съешь и тотчас она взяв пищу съела и заговорила немного укрепилась и встала ее повели в церковь благодаря Христа Бога укрепившего рабу свою на таковой подвиг после этого и в праксе стала по нему принимать пищу и поправляться с этого времени и в праксию скверными мечтаниями и разжением плотских страстей невеста Христова так дьявол уже не мог более смущать невеста Христова одержала окончательную победу над его искушениями прожила она 30 лет по неволе спрощишь а что случилось почему аминь аминь